Вот эта часть дома, получается, она из блока. А вот эта вот часть деревянная. Вот здесь вот обваливается в зал. Момент пожара. Как раз вот в том углу произошло возгорание под крышей. В некогда уютное домашнее гнездышко семьи Веры Коротковой беды пришли одна за другой. Сначала дом пострадал от паводка. 7 апреля вода затопила весь первый этаж. Был затоплен, получается, первый этаж полностью под потолок был затоплен. На второй этаж был сухой. Я сушила вещи. Вот некоторые еще до сих пор висят. Я сушила вещи, относила их на второй этаж. Потом постирать вот это все. 16 числа вода сошла. И вот с 16 числа я приезжала сюда каждый день разгребать завалы. Сначала мы выносили вещи сушиться, развешивали. Потом уже с родственниками выносили мебель, с родственниками, со знакомыми выносили мебель. Мы все это выкинули. У меня здесь горы были вот так вот. Весь дом был завален мебелью. И вот две недели Вера по вечерам после работы каждый день убиралась в доме, чтобы как можно скорее вернуться. Арчанка вынесла десятки мешков с мусором. Помогали все. Родственники, друзья, соседи. И вот 4 мая новая трагедия. Я где-то без 20.11, наверное, поднялась на второй этаж, сняла одежду, оделась в рабочую, услышала треск, запах гари почувствовала, но еще ничего не увидела. Выбежала на улицу. Там люди кричали, что дом горит. Надеялась, что это не мой. Выбежала на улицу, смотрела. Оказалось, мой. Провод висел на столбе уже. Тоже горел. Вызвала пожарных, нашла лестницу. Мальчишки пытались потушить своими силами. Нашли где-то огнетушители. Забежала наверх. Мы пытались водой залить, полы вот это вот все залить. Оторвали батарею. Ничего не получилось. Очень быстро комнату заволокло дымом. Дым был очень густой. Дышать было невозможно. Мальчишки вытолкнули меня на улицу. Убежали сами. Сказали, что приехала пожарная. Все, что не уничтожила вода, забрал огонь. Вера Короткова вспоминает этот день с ужасом. Огонь распространялся молниеносно. От шока Арчанка не могла даже пошевелиться. Помнит отрывками, как соседи помогали ей выйти из дома, отгоняли машину. Приехала скорая. Сначала это было два небольших огонюшка, которые, в принципе, очень надеялись, что можно быстро потушить. Но не удалось. Не удалось. Своими силами не получилось. И пожарных тоже, в принципе, не удалось это все быстро-быстро потушить. Огонь очень быстро распространялся. Нам же все сухое. Спросили, как попасть на чердак. Я попросила ломать гипсокартон. Ну, потому что там чердака нет. Вот это была мацарда. Получается, все это было закрыто гипсокартоном. Ну, как бы спасти не удалось. Ну, второй этаж не удалось спасти. Провалились потолок, получается, на первом этаже. Дом Арчанка покупала, чтобы жить в нем большой семьей. Но сейчас Вера вместе с дочкой и мамой вынуждены продолжать жить у родственников. Как долго – неизвестно. На данный момент погорельцы ждут заключения комиссии о причинах возникновения пожара. После этого, если будет определен виновный, планируют пойти в суд. Я, честно говоря, после ремонта, после потопа я знала, как с ремонтом разобраться. А вот сейчас я со стройкой. Я в растерянных чувствах, так скажем. Продолжение следует...